Молодым здесь делать нечего, волны очень быстро накатывают, невероятно красивые, конечно, здесь виды, а еще люди купаются даже в январе, вы представляете, в такой ледяной вот воде. У нас настоящий каламбур, мы не знали, где примерно мы будем ночевать, и в итоге мы оказались в городе Судак, потому что когда мы были в Веселом, там уже стемнело. А так как мы не знали, где мы будем ночевать, мы ничего не бронировали и никакие номера, соответственно, не записывали, и теперь мы не знаем, где нам снять жилье, вот представляете, в общем, мы звоним по номерам, которые на вывесках, там, сдам жилье, они все говорят, нет, мы только на лето сдаем, нет, мы сейчас не сдаем, либо они ломят цену такую, как будто, блин, они пытаются с нас последние деньги содрать. Вот сейчас мы идем как раз по улице в Судаке, и очень надеемся увидеть какое-нибудь объявление написанное, собственно, ручно, и будем звонить. А почему мы не можем снять жилье, зайти в интернет, потому что в Крыму у нас нет связи, у нас нет интернета, у нас здесь работает роуминг. Класс. Надеемся, что что-нибудь найдем, потому что же раньше как-то все жили без интернета, как-то все это искали, приезжали, но хотя раньше и вот эти объявления, они ведь и размещались на улицах, бабушки сидели, а сейчас все перешли в интернет, все на авито, все на букингах, поэтому как бы сложности есть. В общем, сейчас договорились посмотреть какой-то номер, но видимо он идет в придачу вместе с бабушкой, 800 рублей за сутки, ну как, ночью переночевать нам, но интересно то, что они сначала впихивают самое дорогое, что у них есть. И они говорят потом, ну сколько вам надо, ну сколько вам надо, мама говорит, чем дешевле, тем лучше, она такая, ну у меня есть там вариант, вот бабулька сдает, в общем, пойдем сейчас посмотрим. В общем, мы нашли столовую, сейчас пришли сюда покушать, с жильем мы тоже определились, потом вам покажу, где мы сняли себе номер, вот у нас такой ужин, супчики взяли и второе, всем приятного аппетита. Спасибо. Сколько надо было, 300? 300. Номер правильно набрал? Да, 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 41-23. А, ну видишь, 5 рублей от комиссии берется. Так, 7-2, да, конечно. Баланс 10 рублей у меня. Вы, наверное, задались вопросом, а что же мы такое там делали с терминалом в чужом городе, в Крыму вообще. В общем, мы когда сняли номер, хозяйка попросила оплатить половину стоимости жилья, кинув на интернет. Вот мы 300 рублей положили на фрибит, это у них так называется интернет, а вторую половину отдали ей. В общем, мы договорились снять жилье за 600 рублей. Это комната в частном доме на втором этаже у нас здесь совсем небольшая комнатушечка, как бы кровать большая, телевизор, стол, холодильник, своя ванная комната, шкаф. Ну, в общем, все есть как бы для того, чтобы переночевать. Машина у нас напротив дома прямо стоит на парковке, уличной парковке. Вот, мы как раз-таки поужинали уже, сходили, ну, вы видели эти кадры. Вот, и купили еще к чаю сладости. Сейчас будем здесь в номере их кушать. Вот, вот такой вот денечек. Фух, наконец-то мы действительно уже разместились, потому что мы когда ездили по Судаку, искали вот это жилье, мы, честно говоря, очень уже разочаровались. И все-таки лучше сюда вообще куда-либо не ездить без забронированного жилья, потому что ездить, бегать по улицам, ну, это не очень как бы. Даже в курортном городе лучше всегда заранее все приготовить, чтобы вы знали, что вы приедете, и это жилье точно будет. В общем, настал у нас новый день, мы проснулись, вот сейчас уже вышли на улицу и решили прогуляться до набережной, которую, к сожалению, в прошлый раз мы пропустили. В этой столовой мы вчера ужинали, так и называется, столовая на улице Ленины. И сейчас идем к морю. Здесь вот написаны экскурсии, смотрите, какие можно из Судака уехать. Также цены написаны в Старый Крым, и в Бахчисарай, и в Севастополь, и в Феодосию, в Ялту, и в Керчь также. Сейчас утро, поэтому не так уж и много людей ходит, да и неделя рабочая. Жители близлежащих станиц, они в основном приезжают работать именно в Судак, потому что в маленьких поселках там практически нет никакой работы, кроме там на виноградниках. Я что еще подметила, что очень много здесь гостиниц, прям очень переводно кажется. Особенно в части, где находится Генуэзская крепость, ее, кстати, вот уже видно. Вот, там прям вообще обилие гостиниц. По улице Ленина там в основном у нас такие дома многоэтажные, а уже в глубине частный сектор. Это вот, видимо, у них одна из главных аллей, называется Кипарисовая, видите, здесь такая инсталляция, я люблю Судак. А летом, видимо, здесь вот эти все ларечки с сувенирами, всякие кафешки. Ну, сейчас, конечно же, все закрыто. В принципе, Судак сейчас выглядит, как и любой другой курортный город. Вспомнить ту же Голубицкую, те же Кучугуры. Просто здесь еще то, что город, и люди как бы все равно продолжают жить и работать. Ну, туристов по минимуму, как бы. Ну, наверное, туристы все-таки и приезжают, но приезжают в Генуэзскую крепость. Столько здесь кошек, вообще. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Как вам сошло? Не трогай. Обратите внимание, все здания заколотили на зиму. И вот, медленными шажками мы приблизились к набережной. Здесь тоже очень пусто. Изредка буквально гуляют люди. Слышно шум волн. Да прям, знаете, такой накатывающий. Вот это виды! Ого! Вот это да! Ну, как тебе виды? Такая красота! Близко тоже не стоит подходить, потому что волны очень быстро накатывают. И можно вообще без проблем намочить ноги. В общем, искупаться в январе в море. Вот я хочу сказать, что очень красивые виды открываются, да? Видно вот не только генуэзскую крепость, но даже новый свет, там, где тропа Голицына. Невероятно красивые, конечно, здесь виды, но я представляю, что здесь летом. Пляжик, потому что не такой уж и большой. И здесь, наверное, человек на человеке. А так, да, вполне такое атмосферное место. Природа здесь невероятная, потому что город окружен горами. Вот знаете, после того, как ты очень долгое время находился в шумном большом городе, сюда приезжать, вот на море, вот знаете, даже в любое место это всегда такое успокоение. Это отдых и релакс. Шум волн, он всегда спасает, поэтому, наверное, люди всегда и едут в море, чтобы отдохнуть в любое время года. Смотрите, здесь даже на набережной специальные крышки с надписью СУДАК. Мы пришли на пирс, а здесь столько рыбы кишит. Мы просто не видели рыбаки, сказали, что вроде бы она называется Чуларка. И ее сюда, к берегу, пригнал, видимо, баклан. Рыбачить запрещено в 100 метров от берега. И в конце пирса там есть несколько метров, где рыбакам можно рыбачить. Но до туда уже рыба практически не доплывает. И, как он сказал, мы просто кидаем удочку в пустое море. Иногда рыба туда доходит, но это очень редко. Но здесь прямо куча. Я когда подходила к пирсу, я подумала, что это водоросли. А здесь рыба на рыбе. Они прямо выпрыгивают из воды. Папа поинтересовался, а ловят ли сейчас бычка. Сказали, что сейчас не сезон. Сейчас вот эта рыба. А еще люди купаются даже в январе. Вы представляете, в такой ледяной вот воде. Ну, моржи, наверное. На набережной, конечно, красиво. Сосны в санаториях. Но очень пусто. Вообще просто минимум людей гуляет на набережной. То ли это отдыхающие, то ли это местные. Но, честно говоря, я ожидала, что в Судаке будет побольше народу гулять. Потому что вроде не дождь. Даже солнце уже потихонечку выглядывает. В Анапе, я скажу вам, ну, как бы достаточно, намного больше народу отдыхает. Вот там движуха. Здесь как-то жизнь замерла. Вот такое вот ощущение. Казалось бы, такая хорошая набережная. Приезжай, много санаториев разных. Но, видимо, что это как-то люди в январе не особо охотно едут в санатории. Да и, в принципе, как вы знаете, санатории не особо любят снижать цену. Вот хотели мы, допустим, где-то, допустим, разместиться бы в санатории, да, на несколько денечков. А цены кусаются. Хотя они, у них здания, вот они простаивают просто. Ну, какая-то политика неправильная, я считаю. Лучше пусть хоть кто-то будет, чем не будет никого. Но, видимо, санатории, руководство санаториев думает как-то по-другому. Красивые, конечно, да, действительно, у них территории. Я вот иду прям, я чувствую, что пахнет хвоей. Прибранный, чистенький город. Пообщались мы сейчас с местными жителями, которые здесь родились, всю жизнь прожили. Здесь у них выросли и выучились дети. Но сейчас дети здесь не живут. Как они сказали, что молодым здесь делать нечего. Вот, живут, это пенсионеры, они живут в квартире, не в частном доме. Вот. Им всё нравится, они как бы здесь гуляют. Ну и мы задали такой тоже вопрос, у всех его спрашиваем. Как-то ваша вообще жизнь изменилась после того, как Крым стал российским. Они сказали, что в принципе, они как жили, так и живут, но, например, пенсии у них хорошо выросло. Они сказали, что при Украине у них была пенсия 1200 гривен, а сейчас как бы в разы больше. Но, как бы, сколько конкретно, не сказали. Вот. Они сказали, что главное, чтобы был мир. А так, в принципе, всё хорошо у них. Мы погуляли по Судаку, зашли вновь в ту же самую столовую уже обедать. Нам понравился вчера очень суп грибной и сырный. Вот, сегодня тоже все его взяли. Отбивная пюрешка, как вчера, без изменений у меня. Ну, папа взял гуляш тоже с пюре, салатик, компот. Вот, все обедаем. Всем приятного аппетита. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok